Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав. Господь и Бог наш, Творец неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за этот прожитый день, за благосостоянные труды, за изобилие благ в виде дождя, что Ты посылаешь нам в сегодняшний день. Слава Тебе! Благослей также наш этот сегодня остаток вечера, Господи, провести в размышления, в рассуждении над Словом Твоим. Дай нам, Господи, премудрости Твоей, разумение слов Твоих, чтоб мы не только и Господи в них вникали, но и исполняли, живя здесь на земле. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ниже сейчас поставлю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Читаем соборное послание апостола Иакова. Мы начали первую главу с Николаем Георгиевичем, с братом. Прочитали с первого стиха. Вот мы уже сколько? Уже два вечера было, да, у нас? Да. И по пятый стих мы прочитали. Сейчас начнем с шестого стиха. Иакова, первая глава, шестой стих. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Толкование. Блаженов Филакта. Если верит, пусть просит. А если не верит, пусть и не просит. Ибо не получит ничего испросимого. Сомневающийся и тот, кто просит с высокомерием. Но очевидно, что кто просит, сомневаясь, то есть обидчик. Ибо если ты не уверен, что Бог исполнит просьбу твою, то вовсе не приступай к прошению. Чтобы не оказаться тебе через неразумное двоедушие обвинителем того, кто все может. Посему нужно умолять об избавлении от такой постыдной болезни. Видим, у нас толкование понятное или непонятное? Можно что-то порассуждать. Вот я, как говорится, но допросец верою немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Ну и толкователь объясняет. Да. Во-первых, что такое просьба, надо понимать. Просьба – это молитва. Молитва сердечная, не просто так, как иногда это видится, слышится, или даже в суете, когда делается. Вроде молишься. Молитва – это просьба, обращенная к Богу. Здесь надо очень внимательно, серьезно. Если ты просишь, то просишь. Надо понимать, у кого ты просишь. Пред кем ты просишь. Что ты просишь. И для чего ты просишь. И для чего ты просишь. Это нужно очень серьезно, чтобы от сердца исходило. Даже тексты, которые в молитве предлагаются, в утренней, вечерней молитве или что-либо. Некоторые говорят, что как трудно или не стоит это читать. Очень даже полезно и даже очень нужно. Почему? Потому что каждое слово там выверенное. И если вникая в каждое слово, то, что ты обращаешься к Господу в этом молитве, в прошении, то осознаешь смысл обращения конкретного. Ну, а если ты уже как на автоматизме это все произносишь, даст ли она пользу вообще человеку? А здесь как раз и говорится в толковании, что это пользы не будет никакой. Почему? Потому что мысль сосредоточена лишь только, ну, как бы экзамен сдать и галочку поставить. Раз поставил галочку, то это впустую. Это будет твоя молитва. А с другой стороны, она это, правильно говоришь, что она еще дисциплинирует человека. Да, и дисциплинирует. Да, то есть ты, да. Понятное дело, она в каждое слово вникать. Я, конечно, и за правила, и в то же время за молитву своими словами. Да. Потому что открывайте свои желания перед Богом, как апостол Павел говорит. Вот меня интересное вытолкование заинтересовало. Сомневающийся и тот, кто просит с высокомерием. Да, это вот вообще-то интересный вопрос. Да, спасибо. И я с этим не сталкивался, можно так сказать. Может быть, сталкивался, но с пояснениями вот с этим я не сталкивался. Тогда, когда указывает конкретно. Конкретно с высокомерием. А что значит, как можно понимать, обращаться с просьбой с высокомерием? Могу привести понимание. По отношению к кому? Ну, если он говорит о молитве здесь, молитва подразумевает к Богу. Да. Например, есть первая заповедь блаженства. Блажен и нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть, вот эта нищета духовная, когда ты встаешь на молитву, ты осознаешь, вот правильно я повторяю слова ваши, ты осознаешь, перед кем ты стоишь. То есть, вот это величие должен осознавать. Не просто там ты к какому-то другу подошел, да, который тебе что-то может дать, там, или что попросишь у него. Ты перед Творцом стоишь, перед Богом, который создал всю Вселенную. То есть, благоговение должно быть. Не просто, как у некоторых протестантов оно есть, до того доходит, что Иисус, там, наш друг, там, и начинает. Он назвал нас друзьями, но мы-то должны понимать, перед кем мы стоим. То есть, все-таки, владыка перед нами стоит. Является. Мы перед владыкой. Да, мы перед владыкой. Вот я к чему привожу, что, когда ты эту первую заповедь заблюдаешь, блаженство нищие духом, да, то есть, который Господь Иисус Христос нам дал, ты будешь умолять Господа. Вот я даже это сейчас поищу пока немножко в Библии. Немножко расширить, расширить географию вот этого. Да, а если человек, который сомневающийся, и тот, то просится высокомерие. То есть, когда он предстает перед Богом с таким, как бы, пренебрежением, типа, ну ты мне дай, вот, но в то же время он понимает, что он может и не поучить. А вот из Библии можно ли привести такой пример с высокомерием, когда человек молится? Да, молится, да. Вот это сложно уже. Да, я вот не могу, я не могу даже представить. Почему? Потому что Библия – это священное писание, где описаны все взаимоотношения, как и грешные и негрешные. Там все правдиво, поистине все нам возвещено в этой Святой Библии, Святой Библии и Святом Евангелии. А вот это вот с высокомерием, может быть, упущено? Мои знания упущены? Ты тоже говоришь что-то в Библии, что ты не встречал. Ну, что-то есть, есть намеки, есть намеки. Намеки есть, да? Я предыдущий стих, который подтверждает, что если мы входим в заповедь блаженства, то есть блаженны нищим духом, написано в книге «При мудрости Сырахова», 35 глава, 17 стих. «Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу». Видишь, молитва смиренного проникнет сквозь облака, то есть она поднимется, проникнет сквозь облака, ну, это образное выражение, конечно. «И он не утешится, то есть он на этом не успокоится, доколе она не приблизится к Богу». Вот он как раз к этому подходит. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь». То есть который смиренный, и он знает, что по воле Божьей он к Богу взывает, то есть зная его волю Божию, он будет стучаться в небесной обители, пока Господь не ответит на эту молитву. То есть доколе она не приблизится к Богу. Но это не значит, что Господь исполнит твое прошение, но он тебе обязательно ответит. То есть в каком виде, от того, что ты сам поймешь потом. Может что-то другое сделать. Ты просил одного, а Господь может лучше сделать. Или это, что-то по-другому все изменится. Это где ты прочитал? Вот, Серахова 35 глава, 17 стих. Так. Молитва смиренного. Смиренного. Смиренного перед кем? Перед чем? Перед кем? Перед Богом, конечно. Речь-то идет о молитве. Так. Смирение в чем? Оно может быть выражаться в человеке. Смиренный. Долу опущены глаза, сердце у тебя сокрушенное. Как 50-й Псалом царь Давид говорит. Сердце сокрушенное, смиренным не призришь к Божию. И не призришь. Как там, насчет ударения там у нас. Или призришь, или не призришь. Призришь. Призришь, да. Призришь, да. А Надежда Васильевна задала, он говорит, призришь. Призришь. Да, говорит. И запуталась, говорит, все, говорит. Говорит, и раньше так, а сегодня так. Да, да. Ну, дело, да, дело, как раз, хорошо ты направил, но это Господь, конечно. Вот смотри, я еще не прочитал 18 стих, извиняюсь. И он не отступит, 18 стих, доколе Всевышний не презрит и не рассудит справедливо, и не произнесет решения. То есть 18 стих, вот это молитва смиренного, и не отступит, доколе Всевышний не презрит и не рассудит справедливо, и не произнесет решения. То есть он человеку даст, на сердце положит, или там Библию начнет читать, поймет, что это ответ от Бога ему. Или кто-то подойдет, скажет ему советом каким-то, скажет, вот так тебе надо поступить. И ты понимаешь, что это ответ от Бога тебе будет. Или тебе будет просто положено на сердце, то есть мысли, которые Господь тебе положит. И ты поймешь, что это ответ на молитву. И не сомневаясь, что получишь. Да. Насколько понятно, когда читаешь, и радостно вот это вот, но насколько тяжело это все практически в жизни. Не всегда получается, не всегда она так изливается, как бы. Ну вот, смотри, брат, извини, перебью немножко. Мы сейчас, ради, как говорится, ну посмотрели, я увидел фильм православный, молодежный, да? Да. Решили посмотреть. Спасайся, кто может, называется. Да, да, да. Вот и там рассказывается история, как один парень молодой влюбился в православную девушку, вот, и каким образом он пришел на исповедь, на причастие. То есть, как у него, была ли у него вообще молитва. Вот, судя по фильму, я не вижу никакой молитвы. Просто он сказал, я даю слово у пацана, я должен это исполнить, и все. И попал на причастие. А это очень, это завлекательно, и очень это опасно, и обманчиво. И они показывают, что через, как он подошел ко причастию, что это была, как у него, встреча с Отцом Небесным. Как и он вспомнил, что он в детстве кидался на шею своему отцу земному. То есть, подвели к этому. Подвести, подвести в кино все, что хочешь. Эмоции могут все, что хочешь. Но перед причастием читается даже молитва. «Придите все верные, поклонитесь святому Господу Иисусу. Кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим». Ничего в этой душе у молодого человека не было, и священник не направил. И даже в этом фильме не было показано. «Придите все верные». А верные кто? Верные тот, кто верит и исполняет. Вот я еще толкование дальше прочту, еще раз повторю. «Но очевидно, что кто просит, сомневаясь, то есть обидчик». Ну, с обидой подходишь, с какой-то, я так понимаю. Почему? Обидчик. Обидчик. Не который обижается, а который кого-то обидел. Обидчик. Непонятно тогда. Я говорю, обо мне речь, ты видишь. «Ибо если ты не уверен, что Бог исполнит просьбу твою, то вовсе не приступай к прошению, чтобы не оказаться тебе через неразумное двоедушие обвинителем того, кто все может». «Или же обидчик. Обидчик – это человек, который просит, но имеет обиду на кого-то. Он обидчик. Так что?» «Нет. Для меня такие мысли кладутся. Я не знаю, насколько это, конечно, верно. Я подразумеваю, что этот человек кого-то обидел. Ну, из ближних своих. И у него совесть нечистая. И однако он приступает к Богу. И что-то у него начинает просить. Но он понимает, что он кого-то обидел, и его совесть обличает в этом. И он думает, что может Господь меня и услышит, а может не услышит. Ну, попрошу у него, ладно. То есть, как бы вот так вот, с таким намерением. Да. То есть, нужда у него есть, но он понимает, что он сотворил какой-то там, может, даже грех против ближнего своего. Но однако он все равно приступает к Богу. Ну вот. Об этом и речь. Потому что здесь же речь-то о чем? Говорит, сомневающийся по доме в морской волне. То есть, он сомневается, он понимает, что Бог может не услышать его молитву. И все равно приступает. Ишь, обвинителем того, кто все может. Чтобы не оказаться тебе через неразумное твоей души, обвинителем того, кто все может. Бог может тебе все это дать, то есть, по твоей молитве. Вот. А тут ишь, обвинителем того. То есть, ты можешь, ну как сказать, сказать, а я не получил. Я вот таких людей встречал, они потом становятся такими, как сказать, ярыми атеистами. Почему? Я одного студента встретил на улице, он говорит, я просил, а он мне и дал. Значит, вы нет. Я еще, говорю, ты решил, что вы нет. Бог нас сотворил, говорю, по своей свободной воле. Он сам свободен в своем решении дать нам не дать. И мы точно такие же свободные, по образу подобию Божьего сотворены. Так что, ты, говорю, просишь, не знаешь, что Господь тебе должен исполнить все твои желания. А раз его не исполнил, вроде его и нет. Ну, то есть, самая обман идет. Посему нужно умолять об избавлении от такой постыдной болезни. То есть, человек, который смиренный, блаженный, нищедухом, он приступает к Богу, попрося его. Притом, как вот согласно в Сирахо 35.17, он не утешится, доколе она не приблизится к Богу. А человек гордый, один раз попросил, ах, ты мне не даешь, и в сторону. Ну, как бывает в отношении друг с другом. Ты попросил у человека, он тебе раз отказал. Ах, ты так, ну, дверью хлопнул и ушел. Ну, а смиренный, он будет постепенно, то есть, ну, прости, там, брат, ну, виноват, там, ну, может, что-нибудь там, как это, ну, помоги, там. Ну, то есть, да, да, да. То есть, постоянно к тебе будет приступать. То есть, притом, он будет не гордо себя вести, а со смирением, то есть, склонить голову свою, так, умолять голос свой, ну, как говорится, уничижать. То есть, речь об этом как раз говорится. Насколько очищенное, очищенное должно быть от навесного всего в душе, когда приступаешь в молитве к Богу. Да. Отвлекаться от этой, от суеты, от всего, отвлекаться, постараться, постараться, вот, чтобы, ну, это как бы за эталон, как бы за стандарт. Так, ну, это очень важно. Это очень важно. Как там у нас? У нас же есть еще молитвословие, там в самом начале написано, что прежде чем приступить. Приступите, да. Прежде чем приступить. Да. Успокойте. Есть заповедь, так, какая у нас? Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. В суете, в суе. Да, в суе, напрасно слово. Ну, на русский это напрасно. Угу. По цифрону, в суе. Вот, то есть, и эта речь-то идет тоже в молитве. А то молитве тоже идет не только о том, что ты где-то когда-то там сказал, о Господе, там, да, мы это тоже пример приводим. Но и в молитве тоже самое тебе может быть. То есть, ты без благовения, при приготовлении души своей к молитве, просто сразу раз и начал, как говорится, как говорят, тараторий, да, то есть, вот. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, то есть, в суе. И тут еще, тут еще в другом месте отмечается в Святом Писании, что Господь направляет, не будьте многословны. Ибо вы, это, некоторые считают, что в многословии услышан будешь. Конкретно, Господь не просто дал молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это уже очень большая такая молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Тоже длинная молитва для некоторых. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И на это обращают очень многие святые отцы. Даже есть, есть рекомендации и опыт передают, как научиться Иисусовой молитве. Конкретно, как научиться. А этому, оказывается, надо учиться. Не просто добрые дела, научиться любить, а еще научиться молиться. Да, потому что, когда ученики приступили ко Христу, они говорят, научи нас, Господи, молиться. Как Иоанн учил учеников своих молиться. И он научил. И когда Господь дает ему образец Отче наш. Отче наш, пожалуйста. Это образец. Это образец. Образец для образцов. То есть, как надо молиться. О чем? О чем Бога просить? Ладно, дальше-то, продолжим, да? Ага. Якова, первая глава, седьмой стих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Толкование. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и недоумевает. Сбудется то или иное, или нет. Такой не получит, как неуверенный относительно того, чего ожидает. То есть, должна быть твердость, просима. Уверенность. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и недоумевает. Сбудется то или иное, или нет. Такой не получит, как неуверенный относительно того, чего ожидает. Вот вопрос. Для кого это написано? Кто? Яков писал? Яков, Господь, говорит, да. Написано 12-ти коленом рассеивающимся. Это конкретно мне, это конкретно тебе, Господь. Потому что Слово Божие живо и действенное. Да, в том-то и дело. Мы через это научаемся. Не просто знать информацию, вот как вот надо. А это, принимая в себе и понимая, до чего же я слабоват, а? Как мне еще надо в этом деле поступать и трудиться, как вот, а? Осознавая себя немощным, даже в этой, в простой вещи, в молитве. Можно обманывать и других говорить, а я молюсь. Можно. Внешне. Что интересно, сейчас вспомнил случай. Мы рассуждали о том, передыдущее наше размышление, что где, такой, как говорится, есть ли пример в Библии, что когда человек приступает к Богу, да, то есть, как там написано предыдущее-то, ну, то есть, искушая, как бы, без особой веры приступает к Богу. Он просит, то есть, гордый который. Сомневаюсь, сомневаюсь, и тот, кто просит с высокомерия. Да, с высокомерия. Да. Что-то пришло на ум? Ну, я вспомнил, но я не знаю, этот, например, не подойдет сюда. Этот, когда вот апостол Павел, и там это, сыновья написано, какие-то там были, они начали, это, типа, как там, сыновья сыновья, сыновья, ну, это в деяниях написано. Когда дух-то напал на них, в котором был человек одержим-то, и он их это пробил. Победа. Ты думаешь, они с высокомерием? Ну, как бы не с высокомерием, но... Я, конечно, не могу сейчас пример это привести. Ну, мне что-то пришло на ум, молитва... Молитва фарисея и молитва мытаря. Как можешь охарактеризовать фарисея? Ну, он не с высокомерием просил. По отношению к нему? Он был высокомерен по отношению к ближнему. Я же не прошу. А это тоже высокомерие? Что же он перед Богом будет быть высокомерным? Ну, бывают такие. Не. Не то выражение я сделал. Он стоит и пред Богом высокомерно говорит по отношению к ближнему. Но не высокомерен к Богу конкретно. Я выше тебя. Одно высокомерие, и оттуда сбросили вниз. Одно высокомерие. Моментально. Моментально. Это сатану сбросили. У него сразу высокомерие. Такого нет. А по отношению к ближнему, да, это вот как раз наблюдается, если вот так вот посмотреть. Да. Да, ну ладно. В принципе, это, как говорится, тут надо знать хорошо Библию, что вспомнить какой-то случай. Не, ну вспомнить, ладно, не вспомнили, но самое главное, вот это нужно помнить, помнить и во всяком случае наблюдать за собой. За собой, да. За собой конкретно. Наблюдать за собой, да. Да. Яков 1 глава 8 стих. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Толкование. Двойдушный, находящийся в замешательстве, неустроенный, несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер. А путями называет апостол душевные движения, которыми возвышаются надежды, добрые ли то или недобрые. Как и Давид сказал, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Псалом 138, 3 стих. Иначе, мужем двоедушным апостол называет неустановившийся, который не стремится крепко ни к будущему, ни к настоящему, но носится туда и сюда, и придерживается то будущего, то настоящего. Такого уподобляет он морской волне, не имеющей постоянства, и цвету травы, цвету, оставшемуся недолго, но засыхающему с восходом солнечным. Почему и сравнил его не с травой, которая продолжительней, но с цветом ее, чтобы представить его кратковременность? Почему же назвал его двоедушным? Потому что он не стремится с уверенностью ни к настоящей, ни к будущей жизни. Ибо в Писании душой называется и жизнь. Например, Ивов 2 глава 4 стих. Я отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него. Удали от себя двоедушие и нисколько не сомневайся просить у Бога. Не говори в себе, как я могу просить от Господа и получить, когда столько грешил против Него. Не думай так, но от всего сердца своего исповедуйся и обращайся к Господу и проси у Него без сомнения. И ты познаешь его благоутробие, потому что он не оставит тебя, но исполнит желание сердца твоего. Псалом 36, 4 стих. Ибо Бог не памятая злобьев и милостив к своим созданиям. Да. Значит, не всегда все хорошо бывает. Раз так надо просить. Есть люди, вот о чем толкователь говорит, они встречались с меня на моем пути. Когда ты Евангелие проповедуешь, где-то что-то беседуешь, они так и говорят, я грешен, я не могу молиться. Я себя грешником чувствую. Я тоже сталкивался. Да, да, то есть человеку начинаешь объяснять, что надо к лицу, вот как вот мы в блаженство нищим духом, то есть входить надо и Господу, да. И не сомневаясь, что ты услышан. Да. Не сомневаясь нисколько. Но от всего сердца свое исповедуйся и обращайся к Господу и проси у Него без сомнения. Это бывает момент, вот когда люди приходят к Богу, и они потом рассказывают свои первые молитвы, свидетельства, то есть когда Господь их касался. Бывает у человека какое-то безвыходное положение, он чувствует, что и не знает, что делать, но знает, что Бог есть. И тут у него вот это возникает первая молитва. То есть он начинает, Господи, помоги мне. Просто своим словом помолился, даже может в дальнейшем он об этом забудет, но потом он поймет, что все, Господь его молитву все-таки услышал. Бывает вот, мы сколько братьев слушали, которые в наше сообщество попадают, да, это православное, они говорят, вот я молился, Господи, помоги мне. То есть он видит, что он сам не может найти этот, ну как сказать, как следовать за Христом вообще. То есть как исполнять волю-то Божию. Никто не подсказывает ничего. То есть народ в основной своей массе это никто не учит. Вот, а потом раз, и попадается православный, который его направляет, то есть в Библии, показывает, как молиться, то есть как Слово Божие изучать, как это благовестием заниматься людям, то есть если ты о Боге узнал. То есть через научение все. Девятый стих. Да хвалится брат униженный высотой своей толкования. Так как смирение признает апостол хранителем всего доброго, и ничто не совершается без него урочительных, то прибавляет. Смиренный пусть хвалится высотой своей. Сомневающегося он уподобляет морской волне, а она от дуновения ветра поднимается и скорее, чем возвысится, опускается. Подобно испытывает и сомневающийся, когда по надмению не утверждает прошений своих ни на чем, неприменяемым. Поэтому апостол прибавляет, пусть хвалится брат смиренный. Он говорит, как бы так, кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит необходимого относительно испрошения, чего он не может обмануться, то есть Царствие Божие и Правда Его. Матфея 6 глава, 33 стих, то есть прежде всего про ищите Царствие Небесное. Потом пусть просит этого постоянно, не так, что немного помолился, до тотчас и отступился, ибо это свойственно гордым, но пусть просит неотступно, терпеливо ожидая получения со смирением душевным. То есть все сходит к смирению, то есть то, что Серахов-то я прочитал, со смирением. Тогда Господь услышит молитву. Это касается и спасения души нашей, это касается и, когда мы молимся за обращение наших родных и близких, и за тех, которые мы проповедовали Евангелие, то есть неотступность. Я иногда с людьми некоторые беседую, я говорю, вот человек, вот, например, я одну женщину знаю, в интернете она там пишет, говорит, за родитель, я уже по всем монастырям, по всем старцам просила молиться за них, ну, видимо, еще какие-то записки подает. Вот, и меня она тоже просила, говорит, ну, ничего, говорит, нет, мать вообще, говорит, как сидела возле телевизора, так и сидит. Как материлась, так и матерится. Все, говорит, не молитесь за нее, говорит. Вот, и я и начал объяснять, что так не поступает. Мы же, я прием, вот тогда мы рассуждали на стихом Писания, да, Римминов 8, 26, что мы не знаем даже, о чем молиться, а Дух Святой подкрепляет немощь всех наших. То есть Он дает нам... Когда в обстоятельствах, в тяжелых обстоятельствах, болен ли, или попал, попал, что, ну, не знаешь, налево, направо, или куда, или прямо, это образно вот так вот. Вот. Как? Чего молиться? Чему молиться? Вот. И здесь, и здесь вот очень важно понимать, что Дух, Дух Божий направляет тебя, если когда у человека есть желание изменить какую-то ситуацию, ну, не знает как, ну, не знает как, Господи, ну, не знаю как. И Дух Святой направляет именно на молитву нужную. Я к чему еще продолжу эту тему, да? Я попытался этой женщине объяснить, что, во-первых, вы не можете мне запретить, о чем молиться, потому что Дух Святой меня направляет, то есть о чем молиться, я встал на молитву, я же там не заучиваю себе целый пакет, о чем я буду молиться. Ну, что-то примерно я осознаю, какую-то просьбу, две, одолешим, как меня Дух Святой направит, то есть в молитве. Вот. Это раз. А во-вторых, у нас Господь заповедовал молиться за обижаемых, гонимых, за врагов, то есть за обращение этих делателей мало, молитесь Господина жатвы, то есть, чтоб делатель выслал, то есть все, все в молитве. Вот. И тем более я сам знаю, что я вот сколько за родных молюсь, то есть я тоже непрестанно, согласно Слову Божьему, непрестанно Бога взываю об этих людях. Вот. Я об этом сказал. И вот сейчас мы толкование прочитал, кто именно подходит и отступает потом. Ну, не дает, значит, не дает, все, я не буду молиться. Это гордый человек. Да. То есть, это значит, в первую очередь, человек должен сам себя рассмотреть, тот, кто молится. Причина-то, может, в тебе, не в родителях твоих, которые не обращаются, а то, что твоя молитва, она не доходит до Бога, потому что ты гордый, упрямый. То есть, ты уже заранее сомневаешься, даст Бог или не даст тебе. Вроде, я прошу, Господи, дай мне, а сам сомневаешься. А может услышит, может не услышит. А раз человек это писание не знает, то есть, сам не исследует Слово Божие, толкование не читает, он не понимает, что он виновен даже перед Богом становится. О чем мы в предыдущем стихе читали, толкование. Ты виновным становишься, потому что Бог может все это дать тебе, а ты своим вот этим недоверием, ну, как говорится, сомнением не даешь Богу то сделать, о чем ты просишь у него, совершить это дело. То есть, это очень важно. Я на собственном опыте тоже убедился. Бывает, что такая короткая пламенная молитва и буквально через некоторое время Господь услышит, ну, услышит, значит, какое-то действие произошло по твоей молитве, то есть, что-то произошло, то, о чем ты просил, исполнилось, то есть, твое прошение. Господь, конечно, слышит, но Он в свое время все дает. Ну, ладно, думаю, на этом, слава Богу, закончить нам по милости Божьей, да. Давай, помолимся тогда. Помнишь, ангел выпивешь, нет? Нет, нет. Ну-ка, у меня, подожди, здесь, сейчас, проводи. Что, без ошибочки? Да, это же не обязательно. Не обязательно? Ну, Это же домашний, надо. ангелы пьющий благодать, нищечистая, Дева, радуйся, и покереку радуйся, твой сын воскресе, три дни вины с гроба, и мертвые возвирнувы, люди, веселитесь, святись, святись, а Новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе, воссия, легко и ныне, веселись, а Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Болищество. Господь и Бог, нас благодарим за это Слово Твое, научающее нас, вразумляющее, обличающее нас, Господи. Дай нам исправиться не своими силами, но Твоим, Господи. Даруй нам Духа Твоего, Святого, разумение во всем, чтобы мы добрым примером, Господи, оказались в этом мире. Светом для этого мира, Солью для этой земли. Исправь нас, очисти, убили, и доведи нас всех до желания пристани до Царствия Твоего. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Христу. Слава Христу.